здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня мы поговорим о спорте а точнее а самбо о спорте который когда-то давно еще при совнаркоме был утвержден и получил свое название спустя целое десятилетие но так или иначе уже много много лет это наш с вами родной советско-российский вид спорта который пробивает себе дорогу на олимпийские игры но пока до конца вроде бы этот вопрос не решен тем не менее чемпионаты проводятся в том числе чемпионат московской области которые выигрывают представители городского круга люберцы и сегодня у нас в гостях команда победителей да можно так сказать виктор худяков председатель федерации самбо городского округа люберцы и алексей шкоров тренер по самбо но прежде всего он чемпион московской области а так понимаю по результатам октябрьских выступлений правильно вот два тренера кстати а как вот два тренера могут один получается превращается в часть это как режиссер снимает режиссера в кино да так виктор ну примерно так но у нас наверное больше такие взаимоотношения алексей он как раз на стыке вот действующего спортсмена и действующего тренера он можно сказать такой как дядька наставник над молодыми спортсменами такое транслирующее звено между тренером мной и ребятами которые помоложе но он же может сказать как тренер тренеру вот я считаю что это не так да конечно и чем алексей может и просто спортсмен который не тренер не может сказать да алексей уже можно сказать ну да тут вообще наша история это взаимоотношения забавно этом мы и боролись в одно время и с юности мы знакомы много лет и вот сейчас он я не могу считать полноценно себя его тренером это не так и тут мне надо лукавить он прежде всего уже сам себе тренер он столько лет на ковре знает как себя подвести к соревнованиям как себя подготовить там от нас нужна только поддержка какие-то создание условий определенных для подготовки может быть в какой-то нужный момент совет но он он сам знает и чувствует нужен ли он ему давать принимает ли нации дать ему алексея спросим все-таки он чемпион свежеиспеченный алексей а правда действительно тренеру иногда нужен тоже тренер да однозначно потому что тренер как бы в любом случае он все время видеть со стороны ему все время кажется что ты не дорабатываешь где-то то есть он всегда видит ошибки где-то со стороны вот поэтому однозначно без тренера без поддержки это очень сложно то есть надо наступить на горло собственной песни и на выслушать коллегу или данном случае старшего наставника до передать ему некие образы правления это поможет победе ну я так понимаю мы знаем что победа далась довольно сложно а вот этот чемпионат проходил в октябре значит первым день это было юниоры да так я понимаю второй день это уже мужчины вот без женщины этот раз все обошлось я имею ввиду на чемпионате московской области и вы победили в ранге мужчин а много вообще людей было участников в районе 97 человек и муниципальных обороны все разделены были на весов на весовой категории вот и вот весовой категории до 64 килограммов где алексей выступал там было у нас 7 участников ну может боевая цифра цифра не совсем внушительная но из них по моему только двое не мастера спорта один там международник ну то есть затесался уровень там уже там такой был что как бы было с кем побороться там случайных людей не было в этом весь вообще вообще вот отличительная особенность этого чемпионата в том вот мы посмотрели не было проходных встреч не было практически людей там случайных которые там не готовы хотя казалось бы пандемия но наверное она свою роль и сыграл вот в этом что при приехали только люди которые действительно уверены в своих силах и получилось участников не меньше чем обычно но качество борьбы уровень конкуренции был едва ли не выше чем на всех предыдущих чемпионатах которые ну вот последние годы проходили но я должен сказать что тут напрашивается воспоминания о знаменитой олимпиаде когда наши баскетболисты 1972 году за три секунды решили всю судьбу и три секунды это видимо какой-то хорошем смысле слова роковая цифра для наших спортсменов потому что вас тоже все за три секунды решилась на за 4 повышаем повышаем планку расскажите как это было потому что но не все знают правила самбо то есть вы насколько я понимаю проигрывали да алексей да начали еще речи до начале встречи я упал на два балла ну кто виноват потому что ну как-то на два балла я упал потом мне сделали замечание вот наказали соответственно дали еще один балл она сопернику вот потом соответственно собрался да уже я проиграл чего по нашему да потом бросил один балл еще раз бросил на балл вот и до конца уже когда оставалось 4 секунды 3 2 против да против и 4 секунды оставалось как-то я уже у меня есть уже наработанная схема вот соответственно я знал что ли секунды да ну как бы в конце встречи до обычно когда я проиграю уже за минуту я уже иду ва-банк иду в плотную борьбу как бы и там уже как бы перевес либо у меня либо какая разница в принципе если ты проигрываешь надо идти рисковать вот здесь другая ситуация как бы здесь у меня была наработанная как бы посечка то есть когда ты наступаешь соответственно они блокируют и упираются и я хотел его соответственно вот в эту сторону его бросить до куда он направляет до свое тело ну в принципе так и получилось как бы я взял он делает атаку соответственно и в моменте расслабляется теряет равновесие где я его уже контролируем он до в поймала уже руками довел получается что это ваша ваш казанда уже да да с вами надо быть ухо держать вас трудно самого однозначно но в силу того что я очень долгое время уже занимаюсь самого детства и как бы здесь уже на опыте ты чувствуете ли в глазах может быть соперника что он уже но я чувствовал да когда я уже начал его набрасывать то есть 1 1 балл бросать на 2 балл его бросил и соответственно уже многие я делал попытки соответственно которые уже вот-вот-вот-вот он сейчас упадет но к сожалению да устоял соперник я уже понимаю что он уже работает вторым номером то есть мне нужно только наращивать атаки принципе так и получилось до последние секунды я выложился и результат вот ведь как как сценарий хорошего фильма тут целые двухчасовые снимаются такие боевики как тяжелый соперник всего 4 секунды трибуны все это там 20 минут нам показывает как а потом мы видим кстати вот записи вашего боя как виктор худюков стоит так ну как бы понимает что как на на любой тренер что даже 4 секунды могут решить судьбу но все-таки наверное уже приварил превалировала до чувство что проигрыш рядом нет дома 4 секунды не было ощущение самого начала встречи не было ощущения что он 30 проигрывал как же даже еще эти 30 было ощущение что бросит отыграется вот бывает такое ну это и по борьбе сам могу сказать когда боролась бывают встречи которые складываются ты вот чувствую что бросишь и все и вот тут такая же история я был совершенно спокойно протяжении всей встречи пытался ему какие-то коррективы внести подсказать что-то повлиять скажем так на тактический рисунок но сама по себе отличительная особенность не только алексей всей команды вот которую мы привезли нас мы не досчитались нескольких лидеров на чемпионате области это нам не помешало занять третье общекомандное место для нас это неплохой результат хотя мы объективно должны были быть вторыми ну там немножко сложились обстоятельства так что ну чуть-чуть но и можно сказать какие-то игры нет дело в том что банальная ситуация в одной из весовых категорий просто не было достаточного количества спортсменов и все решил простой момент человек пришел взвесился и он был один и вот этот это его их золотая медаль она перевезла дала в пользу балашки весился и полу да ну таковы правила если я взвесился один это проблема условно у меня будет ваша весовая категория достаточно 50 килограмм придет человек он тоже там нет там в плюс плюс 98 весовой актере там было человек 10 12 нашего брата там много да там в 53 не было ника от релик я думаю что вести трех боюсь тяжело не дотянув вот вообще отличительная особенность именно команды взрослые в том что у нас все спортсмены такие волевые которые борются до последних секунд вот у нас есть вообще такая история в спорте бывает одна секунда остается и спортсмен понимают что уже вроде он и дойти не успевает все уже не успевать даже дойти до соперника и он стоит спокойно ждет сирены я честно могу сказать что за своих учеников и мне ни разу такого не было в тренерской работе тренерской карьере чтобы в нашей команде кто-то так про четко объясняю там сидит надо было тоже человек который нажимает кнопку кнопка с первого раза не нажалось еще что-то произошло да то есть зачеталась даже если какая-то минимальная доля шанса есть адресом и за нее стараемся бороться и вот эта черта отличительная наших спортсменов которые которую мы я считаю что взращивали она вот так традиционно идет еще с тех пор когда мы там детишками боролись она заставляет гордиться этой командой этими ребятами и вообще вот хотелось бы сказать по выступлению в чемпионате у нас действительно там даже те кто не вошли в призы нас из семи человек у нас 4 призера с 2 бронзовые медали одна серебряная и вот одно золото ну хорошо из семи человек мы по большому счету там претензий некому предъявить там даже люди которые без медали остались они там настолько тоненького сражались и там проиграли доли какие-то тот же там один из тренеров федерации натов он будущего финалист там всю встречу вел совершенно грамотно тактически обыгрывая вообще шансов не оставляем мы просто половину встречи мы сидели любовались борьбой человека насколько он может лидера в этой весовой категории просто разбирать потом он делает глупей ошибку попадается на болевой и история на этом заканчивается не счастливым конца алексей скажите пожалуйста а вот какие ощущения у чемпиона ну понятно что хорошо победа ну как это вот внутри тем более за четыре секунды вот там еще не чемпионы через четыре секунды чемпион что вы подумали ну на самом деле я вот когда выходил на встречу у меня была задача выиграть именно этого соперника потому что я уже встречался в триумфе как раз таки здесь до в люберцах и за выход финала ему проиграл вот но сейчас соответственно задача была его выиграть это вторая была у вас да это была вторая теперь должна быть по идее третье да да вас есть там по принципу вызова реванш как нет это все зависит от жеребьевки как мы встретим товарищеский матч у нас такого не бывает у нас такого не бывает да если только мы где-нибудь можно встретиться на дне борьбы в каком-то клубе соответственно спортзале и пригласить друг друга на встречу и победа никто не считает не она зарождается вот это что все-таки 11 ну и конечно какой то есть уже как бы оси пузе медаль опасность какая-то да то есть ты чувствуешь что ты ему проигрывал потом ты выиграл то есть и такие были очень переломные моменты да соответственно ты чувствуешь от него силу да вот поэтому остерегаешься то есть очень присматриваешься где-то смотришь следишь за его встречами и так далее вот такие они наши спортсмены сейчас мы сделаем небольшую паузу напомню что у нас гостях председатель федерации самбо городского округа люберцы виктор худяков и чемпион московской области новоиспеченный по борьбе самбо алексей шкоров и через некоторое время мы вернемся в студию напомню что программа открытый диалог сегодня беседуем с чемпионом московской области по самбо свежеиспеченным как мы говорим от алексей шкоров также тренер по самбо и виктор худяков тоже в студии бывал у нас уже в гостях на трасс вновь с чемпионом он представитель федерации самбо городского округа люберцы алексей еще один такой вопрос расскажите по вы давно вообще занимаетесь да я занимаюсь 7 лет уже 7 до 7 лет до 7 лет заставили наверное родить до меня отец братом моим старшим привел в краснодарском крае я родом оттуда он привел меня спортзал соответственно и говорит что вы сделаете из этих ребят чемпионов вот и так он спросил у вас хотят ли они может быть вы хотели петь или не вателе музыка в тот момент я хотел только играть в дэнди в сегу поэтому понятно никто не но поди тоже повлияло вы смотрите какие-то однозначно я и советую детям родителям всегда говорю чтобы они смотрели кимуть мотивирующие фильмы там про вот счастьем же кот ванда маджики чана они очень сильно мотивировали я себя что-то настоящее хоть похоже или только заход на движение а потом склеить нет но как бы в самом вот когда ты смотришь фильмы тебя они как бы воодушевляют и ты хочешь войти в эту роль да ты хочешь научиться там я не знаю на шпагат садится там например там судара ломать там я не знаю бам бамбук там до дерева бам бамбук я не знаю пальму там и так далее там шифер мы клали обязательного тренировались чтобы разбить рукой чё появлялась но не всегда конечно на на шифер надо другой подавлен до поэтому на развивает виктор а где находятся чемпионы как как происходит подбор даже если у вас тренер может стать чемпионом что в общем то все таки одно дело когда спортсмена до готовится когда другое дело когда тренер который вроде бы как уже немножко другой работой занимается теме не где находятся чемпионы сколько нужно вложить сил энергии чтобы он получился это на самом деле зависит прежде всего от того уровня на который мы ориентируемся куда мы стремимся но по-любому как о каком уровне мы не говорили это достаточно долгий путь про талант должен быть у человека к этому однозначно да не каждый же наверно может как талант выдержка знаете мой тренер еще сформулировал такую формулу что это способный способный ребенок грамотный тренер умные родители вот пример алексея как раз таки говорит о том что у него сошлось все вместе в жизни ему попался хороший тренер на особенно на первых этапах ему у него родители оказались достаточно понимающие для того чтобы его двигать дальше по спортивной стезе и сначала отвели в зал потом приняли решение о переезде там из-за родного города в раннем возрасте достаточно уехал в москву из-за из-за этого всего происходило да это было решение отца вот ну я думаю что то есть было были какие-то показательные выступления что или просто нет мой брат старший василий заканчивал школу как раз таки и отец говорит что ты поедешь тренироваться и получать образование именно в москве вот и то есть папа разошелся по полной программе да вижу что получаться вот и соответственно он искал интернат где можно было соответственно жить питаться тренироваться и так далее там потом учиться учиться да и соответственно был такой интернет зеленограде где набирал набор невзоров виктор михайлович родной брату первого олимпийского чемпиона патчудо владимир холоча невзоров вот и соответственно обо мне не было и речи но когда после седьмого класса я выиграл соревнования президентский грант конечно обо мне услышали и они сказали что старшего мы берем соответственно но будет пусть приезжает да с младшим братом хорошо и после восьмого класса я уже переехал зеленоград с братом и мы там уже жили тренировались на то есть как взрослые люди не тяжко то было покидать конечно тяжко было однозначно очень было сложно уехать вообще в другой города и 3 наверно тренировки были круглосуточные тренировки были совсем вообще другого уровня другая нагрузка была вдали от дома а дедовщина то было в интернет нет как таково как бы и старший брат до такого не было там были ребята вот был из грузии из азербайджана были ребята с побережья с московской области вот все общались очень помогали друг другу то есть такого не было чтобы там кто-то кого-то обижал ни в коем случае это как бы все были сплоченные кому нужно было затопировать что-то плечо там колено какой-то там голеностоп и так далее то есть это друг другу помогали там делали какие-то там ну то есть все было до готовились да все было по браку сейчас однозначно со всеми общаемся очень дружу очень дружеские у нас очень до отношения поэтому слава здорово виктор нет теперь такой вопрос самбо на сегодняшний день это что такое для нас и что такое для запада ну для нас это прежде всего национальный приоритетный вид спорта как каковым он признан официально уровень причем всего ряда причин на уровне министерства спорта это как документально зафиксировано так и фактически ведь у нас все регионы российской федерации развивают этот вид спорта и культивирует это не каждый вид спорта может похвастаться такой географии на уровне российской федерации для нас это еще система воспитания причем воспитание всестороннего как физического развития так и патриотического воспитания так и приобретение каких-то определенных моральных ценностей которые несет в себе этот вид спорта несет в себе наверное черты то тех людей которые его создавали то есть справедливости той основы я имею ввиду сейчас именно сам факт самообороны то есть вот это важнейший момент у нас мы не говорим о том что нужно нападать отбирать обижать и так далее здесь даже в названии если нападу оборона самозащита да как изначально называлась это все-таки о том что защитить себя вот поэтому сама этапность да то есть сама подготовка четко распределена по этапам начиная от того уровня где дети учатся правильно падать приобретают какую-то физическую закалку дисциплину и заказ договариваются с телом да да как бы очень очень много решает именно координация конечно там вообще система физического воспитания советская она я думаю одна из наиболее совершенных в мире и именно она лежит в основе самбо поэтому я считаю что мы это сохраняем и приумножаем это может потому что все время к войне готовились поэтому специально была подготовка возможно большинство кстати единоборств они так или иначе связаны именно с подготовкой к войне в том числе и самбо если говорить его его скажем так одной из финальных точек проявления такое как специальный раздел он именно о том как побеждать соперника работать на уничтожение ну естественно это это уже когда да это вы надеяться что дает хорошо нормально понятно у нас понятно тем более президент поддерживает очень активно я так понимаю а что у них как то что они знают о нашем ну если раньше это было на уровне экзотики какой-то да то есть борьба русская борьба да примерно так то сейчас вот допустим мы были в ноябре в берлине на турнире и там после одной схваток я бы я тоже боролся там и после одной схваток ко мне подходят голландцы в оранжевой значит экипировки с надписью самбо и горит можно с вами сфотографироваться я просто так тоже отреагировал вы тоже меня сфотографируйте у меня еще не было фотографии с голландскими сандистами это действительно сейчас приобретает масштаб им интересно изначально это был просто такой интерес да как мы сказали как бы что это что за русская борьба сейчас они понимают эффективность такие люди как емельяненко нурмагомедов они же показывают всему миру эффективность то есть ту реальную прикладность которой наш вид спорта обладает то чему мы учим и к чему можно прийти занимать ну и когда он станет олимпийским он уже олимпийский то есть официально мы в составе олимпийского комитета включены как временные члены постоянное членство нам предстоит и самое главное самый главный вопрос на включение в программу олимпийских игр вот когда мы говорим о том что когда он станет олимпийским вы имеете ввиду прежде всего это никто на этот вопрос не не может ответить точно потому что к сожалению все зависит не всегда от уровня развития спорта от уровня там вовлечения международного сообщества этого иногда просто потому что русская борьба сожалению и политика не имеет не последнюю роль и никто не хочет отдавать лишние 68 медалей золотых россия наверняка возьмем алексей меня к вам такой вопрос как тренеру теперь вы когда тренируете вам же хочется наверное сказать вот я чемпион это можно иногда говорить или должен ваш подопечный знать об этом и понимать что он не просто у тренера какого тренируются у тренера чемпиона которую золотая медаль есть и может быть еще ни одна нет но я так или надо говорить смотри на меня делай как я чемпион нет ни в коем случае ну я про педагогику в спорте да я всегда объясняю детям как бы объясняя своей жизни какие-то ситуации вот спортивные моменты однозначно вот через что я прошел как я это вижу да вот поэтому рассказываем все время показывают какие-то ролики показываем соревнования чтобы они видели на то что вы 3-0 проигрывали будете показывать но я всегда говорю им всегда объясняю на тренировке что надо бороться до конца вы выложитесь то есть бывают такие моменты что они дети они формируются только и где-то они чуть там но приходит другой зал на соревнования не просто у них они пугаются просто ну другая обстановка соответственно вот но я всегда им говорю вы должны выложиться до последней секунды вот потому что кто знает как поведет себя соперник он может в любую секунду расслабиться и вы можете на этой ошибке до в поймать и выиграть и гибкая тактика кошки как он да да пони его ответ вот вы очень такой правильный вопрос задали мы когда федерации там занимались подбором тренеров именно на это тоже обращаю внимание нас тренеры мастера спорта подавляющем большинстве почему так не потому что он будет учить тому что сам делал а потому что для того чтобы понимать как привести ребенка туда на самую вершину надо быть хотя бы либо там побывать либо быть где-то рядом вот потом эти параллель вот это это понимание да вот ощущение борьбы самого высокого уровня она помогает выбирать наиболее эффективные там средства методы подготовки детей уже и мы таким образом делаем выводы чтобы научить тому 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 мы должны дать ему определенный набор навыков но с другой стороны вот вопрос алексею и виктору а но ведь может быть мы даже говорили об этом когда-то есть футбол конце концов иногда хоккей есть даже баскетбол вот виды но я уж не говорю про большой теннис но это все-таки такая совсем уже отдельная история как убедить ребенка которому показывают все время футбол практически не показывают самбо по телевизору или по другим каналам и вот это я хочу быть футболистом а у него например есть наверное какие-то данные для самбиста для участника борьбы как вы в этой борьбе то а вы знаете я у меня рабочий совершенно схема приходи попробуй очень часто у вас была в гостях не так давно кира калинина которая однажды пришла в зал прониклась эта атмосфера и с тех пор она вообще не о чем будет никаком другом виде спорта она не думает и очень часто бывает так они приходят они видят эту атмосферу они видят тот труд который мы вкладываем и понимаю что наверное результаты этого труда не стоит того чтобы здесь задержаться ну что ж мы поздравляем вас с ноябрьским этим событием с всемирным днем самбо и всех тех кто увлекается этой борьбой или может быть даже внимательно следить за тем что происходит ну и конечно же алексея поздравляем с чемпионством надеюсь что так и будет продолжаться дальше виктор будет приходить к нам все с новыми с новыми победителями спасибо вам большое у нас в студии были а представители федерации самбо городского круголюберца виктор худяков и тренер по самбо и чемпион московской области алексей шкоров это была программа открытый диалог с вами был николай пименко до свидания украинская алексей шкоров это был николай алексей шкоров алексей шкоров